друзья всем привет с вами тамара и вы на моем канале цветы у тамары сегодня у меня в обзоре комнатные растения которые довольно таки продолжительное время у меня уже живут перед вами вот такой вот филадендрон маска потерявшая варегатность живет у меня уже больше года я все надеялась что масочки вернется варегатность но нет обрезала проводила обрезку вот видите вместо обрезки маска не хочет возвращать варегатность вот такой новый листочек у маски и вот каждый лист жду с нетерпением думаю а вдруг вдруг произойдет чудо и варегатность вернется черенки обрезанные я клиент не стала вот такая вот она у меня корявенькая можно сказать стоит в комнате западной стороны света не очень-то достаточно там маска растет видимо все ей нравится неприхотливые комнатные растения быстрые растущие любит опрыскивание подкормки конечно же вот такой вот уже видите какой лист большой такие раздельно-лопастные раздельно-лопастной формы листочки дальше из филадендронов это филадендрон селого очень-очень мне это растение нравится сажала семенами уже много раз рассказываю когда речь идет об этом филадендроне покупала несколько упаковок семян филадендрона села но зашли всего два сеянца вот один у меня растет с такими красивыми листьями быстро растущие растение недавно вроде его пересаживала но уже опять требует пересадки нужен горшочек объемом побольше отсушивает нижние листья уже несколько несколько листьев отсушил и вот такие вот некрупные листочки отсушиваются так очень-очень красивые растения листья уже по сорту такие вот резные красивые резные листья у этого филадендрона тоже считаю неприхотливое комнатное растение быстрорастущие любит полив любит опрыскивание конечно же температура для филадендронов зимой не должна быть меньше 18 ниже 18 летом 20 25 градусов самая комфортная температура для них вот такой вот красавец моя гордость с 3 попытки не удалось получить сеянцы этого растения такое вот растение это у нас синдапсус тайский клон размер бы конечно в этого растения было побольше бы ну я проводила обрезку укореняла черенок черенок у меня купили а этот остался этот остался и вот уже вот уже до такого размера он вырос получала совсем малюсенькое растение год назад больше года назад стремились то листочками это растение было довольно таки тоже быстро растущие комнатное растение если бы конечно не было бы обрезки она уже было бы покрупнее неприхотливые я считаю комнатное растение вообще эти приемные синдапсусы они быстро быстро выдают листочки быстро растут и я считаю неприхотливыми такие вот листья с такой варикатностью стоит это растение у меня в комнате с восточной стороны на самой верхней полке где тепло даже жарко бывает и переносит все можно сказать невзгода очень даже хорошо фигустиники покупала в нашем цветочном магазине вот с этими двумя листочками совсем еще был малыш и вот за время которые за время которые проживает у меня это растение вырос до такого размера ну конечно зимой рост растений у многих приостанавливается как также и у фикуса вот с наступлением весны фикус пошел в рост и и выдал мне целых четыре листа вот эти четыре листа он мне выдал смотрите какой красивый листик фикус эластичный теники повторяюсь еще раз вот самый последний листик или крайний листик вот такой уже крупненький выдал с такой красивый красивый варикатностью хотя конечно мы знаем друзья что растение с варикатностью должны получать достаточно света этого фикус мало мало достается солнечного света с даже рассеянного стоит на нижней стойке моей цветочной стойки на нижней полке моей цветочной стойки попадает конечно свет но не столько сколько бы хотелось но тем не менее фикусы растет и выдает такие красивые листья данные я его пересаживала может быть где-то месяц назад фикусу понравилось в общем растет красавец вот такая вот красота растет у меня уже тоже больше года это у нас антуриум шерцер такого морковного света и цветочки и немножко крапинки более светлые крапинки вот уже один цветочек увядает зато раскрылся новый и там вот растет новый светонос растет у меня в прозрачном горшке хотя можно антуриум и не прозрачные сажать ну я посадила для того чтобы можно было бы рассмотреть корни но корней я не вижу хотя горшочек и великоват для него был тем не менее смотрите растет антуриум и цветет у меня появился новый антуриум вообще последнее время антуриума фикусы коллиумы или кротона в моих фаворитах я очень эти растения полюбила антуриума конечно за их красивые цветки вот цветочек подсчитается этот початок а это покрывало коллиумы и фикусы за то что они неприходливые комнатные растения и очень-очень красивые декоративно-лиственные комнатные растения грунт для этого растения у меня перемешку кора перлит и грунт для комнатных растений и конечно же у меня в нижнем слое дренаж на дни горшка хотя сейчас я стараюсь научиться выращивать комнатные цветы без дренажа без использования дренажа вот такой вот красоту растет и цветет и на сегодня будет крайнее комнатное растение это агланема сиян парагон она у меня растет уже больше двух лет вот такие у нее красивые листочки пересаживала недавно тоже агланема но уже мне кажется надо будет ее снова пересаживать она выдает дедочки несколько деток боковых ростов пыталась она у меня цвести последний раз но я цветонос убрала а до этого она цвела у меня на два цветка я даже получила семена но видимо я не дала дозреть семена и сходу так у меня не появились попыталась размножить это растение семенами вот такое красивую комнатное растение тоже я считаю друзья неприхотливое это комнатное растение стоит на второй полке снизу цветочной стойки ну как бы солнечный свет попадает но не прямые солнечные лучи а так достаточно рассеянного света для этого растения света достаточно любит опрыскивание как и все как и многие декоративно-лиственные растения любит подкормку и радует своими красивыми листочками вот такой вот пышный кустик и вот деточками тоже радует так что друзья все на сегодня у меня будет все друзья всем самого хорошего доброго подписывайтесь на мой канал кому понравилось мое видео ставьте лайки не забывайте пишите комментарии очень рада обратной связи с вами друзья всем пока пока пока